Беларусь За свою историю Минский железнодорожный вокзал успел сменить не один образ, представая перед людьми в самых разных обличьях. От гостеприимного сказочного терема в конце 19 века до сурового серого бастиона накануне Великой Отечественной войны. Перед нами современное здание нового железнодорожного вокзала, который был открыт в 2000 году. Специалисты называют Минский вокзал одним из самых удобных в Европе. В 1948-1956 годах сформировался и нынешний узнаваемый архитектурный ансамбль при вокзальной площади, символом которой стали два 11-этажных дома-башни, ворота города, которые вы видите справа от нас. На одной из башен находится герб республики Беларусь, на другой – часы диаметром 5 метров. Длина минутной стрелки превышает 2 метра. Это главные часы Минска. Именно их циферблат видят белорусы на экранах телевизоров в новогоднюю ночь. Часам более 100 лет. Привезены они были в качестве трофея из Германии. Они были в качестве трофея из Германии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас мы движемся к площади независимости, главной административной площади столицы. Это самая большая площадь Минска и одна из самых больших площадей Европы. В советское время площадь носила имя Ленина и было местом проведения демонстраций и парадов. Справа от нас главный корпус Белорусского государственного университета. Это старейшее высшее учебное заведение Минска, открытое в 1921 году. Сегодня университет является ведущим высшим учебным заведением в системе национального образования Республики Беларусь и крупным учебно-научно-производственным комплексом. С левой стороны площади дом правительства. Это самое крупное сооружение, созданное в белорусской архитектуре в довоенный период. Несмотря на большие размеры и холодные серые тона, здание не кажется громоздким благодаря своеобразному архитектурному решению. Рядом расположился костел святых Симеона и Елены, прозванный Красным костелом, благодаря цвету его кирпичных стен и башен. Костел построен в 1910 году на средства Эдварда и Амимбиевой Неловичей, в память об их умерших детях Симоне и Елене. Симоне было всего 12 лет. Елена умерла через 6 лет, не дожив одного дня до своего 19-летия. Ходит легенда, что когда Елена была уже близка к смерти, ей приснился сон. В нем она увидела Божью Матерь, стоявшую возле прекрасного храма. Она спросила Елену, какое у нее самое заветное желание. И сказала ей Елена, что знает о том, что скоро она уйдет к своему брату. Ей страшно, но не потому, что боится умереть, а потому, что для родителей горе будет неимоверно велико. Видишь этот красивый храм, сказала ей Божья Матерь, пусть твои родители после твоей смерти не пожалеют денег и построят его. И пусть костел будет красным, ибо это цвет радостей. А ваши души будут прилетать туда на праздники, и родители будут чувствовать рядом с собой трепет ваших крыльев, и сердца их покинет боль. Архитектурный ансамбль площади справа от нас завершает здание мэрии нашего города. С площади независимости начинается главная магистраль города, проспект независимости, длиной в 17 километров, по которому и продлится наша экскурсия. Субтитры делал DimaTorzok Справа от нас главпочтамт, сооружен в 1953 году. Главпочтамт называют заглавной буквой Центрального проспекта Минска. Он одним из первых вырос над обломками разрушенного после Великой Отечественной войны города, после чего вся застройка проспекта не должна была превышать высоты главпочтамта, пятиэтажной высоты в целях экономии и бережливости. Главпочтамт строили с 1949-го четыре года на средства Министерства связи СССР. Поэтому совершенно справедливо, что на главном белорусском отделении почты остался герб Советского Союза. И здание стало памятником истории и архитектуры. Слева от нас на углу единственное сохранившееся после войны на проспекте административное здание – Министерство внутренних дел, которое плавно и незаметно соединяется с постройкой послевоенного времени – здание желтого цвета с колоннами – Комитетом государственной безопасности, основателем которого является уроженец Белоруссии – Железный рыцарь революции Феликс Держинский, в честь которого с правой стороны проспекта напротив здания возведен памятник и заложен бульвар. Облик данной части проспекта сформировался в сталинские времена. И печать торжественная, слегка пышная архитектура этого времени, конечно же, на лицо. Далее по проспекту справа – Национальный банк Республики Беларусь, Центральный банк и Государственный орган Республики Беларусь. В здании банка организован один из самых необычных музеев Беларуси – Музей денег. Здесь посетителям с удовольствием расскажут не только о развитии денежного обращения на территории Беларуси. В экспозиции музея представлены монеты и бумажные деньги различных периодов – редчайшие клады настоящих и фальшивых монет. В этом году в Казахстане, 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 в Субтитры создавал DimaTorzok На главном проспекте нашего города всего 5 площадей. Сейчас мы приближаемся к Октябрьской площади, центральной площади города Минска. До недавних времен она и носила название «Центральная площадь». Здесь проходят ярмарки, праздники, народные гуляния. Слева на площади – Дворец Республики. Место организации культурно-зрелищных мероприятий и событий самого высокого уровня. Сквер, который открылся у нас справа, был разбит в 1869 году и официально называется «Центральный». Хотя у меньчан до сих пор ходит его историческое название – «Александровский» в честь Александра Невского. В центре сквера в 1874 году в честь пуска первого водопровода в городе установлен фонтан с бронзовой композицией «Мальчик с лебедем». Справа на возвышенности – Дом офицеров. В наследство Дому Красной Армии, его прежнее название, достался фундамент Крестовой Церкви и часть архиерейского подвоя. Во дворе Дома офицеров прячется аналог Одесской Потемкинской лестницы. В 1952 году в честь подвига советских танкистов, первыми ворвавшихся в Минск, перед Домом офицеров был установлен памятник танк – легендарный Т-34.